В Екатеринбурге, а точнее в его интернет-проекции, с обращением к человечеству выступила наша землячка, 64-летняя екатеринбургская пенсионерка Татьяна Боярченко, которая прославилась на весь обинтернеченный мир, типа как бы жестким, по мнению некоторых СМИ, жестким задержанием в исполнении полицейских, случившимся еще аж 8 февраля текущего года. Ну вы для чего отпихаетесь и так далее? Для чего? Отпусти! Что делаете? Вы что делаете? Что делаете? Витя! Витя! Здесь менты меня в милицию забирают! Вот этот истошный вопль стал апофеозом крепежа. Больше ничего жесткого с Татьяной Боярченко в тот день не случилось. Напротив, она оказала активное спинками сопротивление полицейским, за что попала под уголовное дело по 318 УК. Насилие в отношении представителя власти, а это до 5 лет зоны в пиковом случае. Это видео, снятое полицейскими, появилось в сети спустя полтора месяца после самого конфликта, 22 марта, о чем мы рассказывали. Напомню фабулу. 8 февраля в 9 часу утра в дежурку 7 не по сезону Октябрьского ОПА из квартиры в переулке Базовом позвонила молодая женщина и сообщила, что ее избивают родственники. В адрес выехала участковая уполномоченная, но ее в грубой форме оставили без объяснений и она ушла. А через 4 часа с того же адреса до полиции докатилось новое сообщение, что женщину, звонившую утром, увезли на скорой в больницу с острым отравлением в состоянии комы. Полицейские предположили, что тут возможно было преступление, а именно доведение до самоубийства и в квартиру в переулке Базовом прибыли двое полицейских с четким заданием из дежурной части – доставить подозреваемую в отдел. И полицейские, как могли, уговаривали Татьяну Боярченко проследовать с ними в ОПА, а она, ссылаясь на тяжкое состояние здоровья, отказывалась. И на этом фоне вырос конфликт. Она сопротивлялась вплоть до возбуждения уголовного дела, но полицейские, поставленную перед ними задачу, все-таки выполнили и доставили пенсионерку в ОПА. С момента появления этого видео в интерсети прошло более недели. И вот Татьяна Боярченко, видимо, недовольная реакцией зрителей на него, решила рассказать, почему она сопротивлялась, что было с ее здоровьем не так и вообще, что предшествовало событиям, изображенным на полицейском видео. А произошла семейная драма на фоне смерти главы семьи и алкоголя. Эмоциональное состояние, которое вы видели в ролике, объясняется тем, что в моей семье случилось несчастье. Последнее время мы всей семьей стараемся помочь моей младшей дочери справиться с алкогольной зависимостью, в которую она попала, переживая смерть отца. Я расскажу о событиях того дня. В тот день она допустила передозировку препаратов, которые рекомендовал ей психотерапевт. И к тому же усугубило это все употреблением алкоголя. В то утро я пережила гипертонический криз, очень плохо себя чувствовала. И узнала о передозировке постфактум. Мы вызвали скорую помощь и до ее приезда я старалась оказать дочери первую помощь. Затем я помогала прибывшим сотрудникам скорой в реанимационных действиях. После того, как я проводила скорую, я почувствовала себя еще хуже. И у меня начался очень сильный кашель, перешедший в приступ астмы. Через полчаса после отъезда скорой в дверь постучали, и я открыла ее, не осознавая происходящее. За дверью оказалось два молодых человека в медицинских масках, которые не представились, не показали свои удостоверения. Я даже не сразу поняла, что это сотрудники полиции. Растерялась и попыталась закрыть дверь, но они воспрепятствовали этому силой. Тогда я пошла за телефоном для того, чтобы позвонить детям и обратиться за помощью. Игнорируя мои возражения и запрет, сотрудники полиции проникли в квартиру. Я объясняла им о том, что я плохо себя очень чувствую и не могу сейчас следовать куда-либо. Но они игнорировали мои объяснения. Все эти события почему-то не попали в ролик, а остальное вы видели. Я считаю, что ворвавшись в мой дом, сотрудники полиции незаконно применили силу и нарушили мои права. Напоминаю, что уголовное дело против меня было возбуждено после того, как я обратилась в травмпункт, чтобы зафиксировать травмы, которые были нанесены мне в результате задержания. Ну, в общем, очевидно, что Татьяна Боярченко этим обращением хотела изменить отношение к себе пользователей Интерсети. Ну, вероятно, кто-то к ней действительно проникся. Но тут ведь речь не об эмоциях. Ну, кто возьмется осуждать пенсионерку, воспротивившуюся полицейским, вошедшим в адрес, якобы даже не показав ксивы? И вообще, по мнению адвоката, жилище считается неприкосновенным. Главное же в этой истории то, что уголовное дело против Татьяны Боярченко возбуждено и уже расследуется. И отношение людей к ее поведению на следствии вообще никак не скажется.